добрый вечер друзья еду с работы и давайте вам расскажу что там у нас на иммиграционном фронте так между дел что там получается начинается такой шорох не очень значительный но тем не менее некий такой шорох на об республиканской стороне в палате представителей когда да там два-три десятка сенаторов всех конгрессменов республиканцев члены палаты представителей это как правило люди с существенным представительством латинос среди их электората причем у многих там как бы больше даже латинос чем кого бы то ни было еще и вот эти люди начинают как бы суетиться потому что вот скоро выборы они должны своему электорату доложиться что они старались что они работали в направлении ну легализации вот этих вот dreamers и во всяком случае защита от депортации так точно и для них как бы это существенно они понимают что это может дорого стоить лично и вот они начинают такой шорох но их мало среди там республиканцев палате представителей там но в лучшем случае там 10 12 ну 15 процентов ничто и тогда они группируются с демократами то есть получается такая интересная история что демократы которые в меньшинстве и которые хотят обсуждение иммиграционного какого-нибудь проекта с тем чтобы защитить driver там и так далее и вот республиканцы хотят немножко республиканцев хотят но если они соберут я боюсь собрать там какой-то 218 петиций 218 подписей соберут то руководство палаты представителей которая сейчас не хочет выносить ничего на голосование вынуждена будет это сделать и это фактически как некоторые восстание такое мало того голосовать они должны будут за те проекты которые там уже подавались но вы сами понимаете там демократов тоже довольно много и республиканцы разделены если умеренные говорят что надо бы защитить то те которые консервативные год нафиг надо там вот пусть катятся и там в общем да не только защитить но как бы еще дать ему путь там green card и гражданство и так далее пар по всякому и поскольку республиканцы сами не в состоянии не не на чем таскать торговаться друг другом то может оказаться что большинство соберет проект который в основном демократы и поддерживают и пойдет в сенат а в сенате демократы ну если не большинство да там но и все потом пару голосов не хватает до большинства и есть найдется пару республиканцев которые к ним присоединяться мы даже знаем кто в общем то вот поэтому глядишь там и в законы пойдет но там еще президент должен подписать он он вряд ли чего-то подпишет кроме того что он там хотел подписать то и пошло и поехал и в общем какой-то такой шорох пошел и в общем то когда мы с вами разбирались с тем как погибла вот это вот реформа иммиграционная когда казалось бы уже все и вдруг выяснилось что ничего неожиданно так выяснилось так такой накат был мощный и весь пар ушел в гудок и уже было понятно что до конца года имеется в виду до выборов ноябрьских уже никто ничего делать не будет это слишком острый вопрос вообще ничего острого там никто не будет но тут получается такая интересная вещь что вот эта острота которую казалось бы никто не станет вытаскивать сейчас ее вытаскивают республиканцы которые чувствуют что им там как бы хана в том месте где они баллотируют и вот они сейчас этот поток создают и произошло ну еще раз официально они не объявляли неофициально вчера и сегодня шли переговоры внутри республиканцев республиканцев в этой группы в палате представителей и в два часа дня я вот последняя новость которая там была она была датирована двумя часами дня на вашингтон пост там есть такая лента с последними делами вот там каждый там полчаса час что-то такое там официально неофициально там в коридоре в туалете они подхватывали публиковали и последняя была в час пятьдесят пять значит дня о том что какой до чего договорились как бы в принципе ну в том в том смысле в каком республиканцы могут внутри себя до чего бы то ни было договориться и сказали что официально пока вот как бы нету но не официально так между делом в кулуаре в туалете сказали что договорились до того чтобы дать этим дримером дать на восемь лет официальное разрешение как бы чтоб они ну то есть не амнистия да вот шам и слова амнистия для республикан спорта для многих для правых одну как такое нехорошее не неполно вот на восемь лет на восемь лет то есть когда выборов там до следующих там видишь демократ придут пусть разбираются чем короче вот так вот как-то вот так но снова они они не могут по-другому они возвращаются к тем четырем колоннам или 4 как сказать краеугольным камням по-русски сказали то и реформы которую хотел трамп то есть реформа которая не пройдет нигде нигде в сенате точно не пройдет значит это чтобы ему дали там 25 миллиардов на забор в полную сумму нечастично чтоб ему значит что там еще до закрыть лотерею гринком карт и ограничить там вдвое легальную эмиграцию за счет того чтобы граждане сша не могли бы привозить по параллели по горизонтали не могли бы привозить родственников только вот детей там и и супруг значит супругов ну хорошо значит не нужно и не родители так вот и как бы они снова к этому возвращаются но теперь получается что демократы должны дать им абсолютно все в обмен не на легализацию даже дримеров а в обмен на временную такую легализацию аж на 8 лет ну то есть может быть они им говорят ну так имеют ввиду искать ребята ну вот за 8 лет вы когда-нибудь там придете к власти и глядишь сами там и решить я не знаю что но безусловно для демократов это абсолютно неприемлемо то что то что сейчас произошло в смысле еще не произошло но они там кулуарно делают годится только для того чтобы сказать показать своему избирателю что ты сделал все что мог и в общем ты действительно заботишься и очень хочешь и все такое ну ну естественно она пройти не может никуда на самом деле у демократов сейчас как бы очень хорошее такое положение в том смысле что им и не надо сейчас ничего делать но вот республиканцы они вписались в эту историю с дримерами но вот пусть теперь вы ковыриваются сами и никто спасать оттуда не собирается вот когда до депортации дойдет да там до плачущих детей по телевидению но пока вроде они прикрыты решением федерального судей от депортации а дальше там видно будет но во всяком случае такая вот такая вот ситуация то есть я не вижу пока никакого развития которое могло бы повлиять в итоге на лотерею green card вот то что сегодня они сказали но произошла одна вещь которая потенциально чревато переменами вот вот сегодня мы не видим перемен никаких просто поболтали щеки надули значит очередной раз обманули там тех кто чьи голоса получали и и по и разошлись один был момент который принципиально новый и неожиданный значит там что получается республиканское руководство палаты представителей рассуждает так они они говорят ребят сказали ну если вы действительно хотите нас вынудить чтобы мы обсуждали там чего-то что вообще говоря позор это действительно позор то есть это делается голосами всех демократов там один отказал демократ и там маленькой группы республиканцев заставить значит республиканское начальство вот такой то есть это это позорное такое мероприятие и они говорят давайте вот что сделаем говорит республиканское начальство в палате представителей давайте сделаем поговорим обсудим предложим что-то свое это гораздо лучше чем идти через формальную унизительную для руководства из попытка республиканской партии процедуру вот этого вот 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 этого вот грязно грязная вот этой вот ситуации с их точки нехорошо и они сели два дня обсуждали и в итоге вышли они с одним очень интересным момент этот интересный момент состоит в том что председатель палат представитель господин пол райан обещал что до ноябрьских выборов до ноябрьских выборов он обещал обсуждение иммиграционной реформы вынести в палату представителей он не может за сенат отвечать он не может за президента отвечать он вообще ни за кого не может отвечать только за своих и он дико не хочет этого делать но но вот уступая давлению вот и тех и этих потому что и про из и правых республиканцев и умеренных же правые тоже чего-то хотят на самом деле они они давно хотят такую реформу чтобы значит своего добиться им тоже хочется то есть как бы они не то что вот там только только умеренные хотят все хотят поговорить но с разных позиций поэтому предположить что какое бы то ни было обсуждение может привести к какому-то разумному там не то что разумному вообще хоть какому-то результату было бы сложно мы все ждали вот в начале года как это все произойдет в сенате и в сенате ничего не произошло то есть вот мы ждали ждали потом они собрались вынесли вынесли на обсуждение вдруг выяснилось чем нечего обсуждать и тут может такое произойти конечно и еще раз вероятность того что в этом развитии что-то такое произойдет не выше чем она была в сенате но все-таки время идет какие-то вещи меняются я не знаю но но вот это это новый момент этого не было то есть мы знаем ему мы четко знаем что вопрос иммиграционной реформы который включает себя абсолютно обязательным пунктом для республиканцев отмена лотерея green card этот вопрос выносится на то что называется значит на пол халебет он за флор вот то есть они они будут обсуждать в палате представителей и в общем вот так вот так вот так то есть как бы какой-то шанс есть ну ну я субъективно вот не вижу чем чем это принципиально отличается от того что было в палате если в сенате верхней палате но вот так вот так такие новости счастливо друзья